Всем добрейшего времени суток дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. На этой неделе случилось много интересных событий, а некоторые из них могут и вовсе перевернуть компьютерную индустрию. Например компания Nuvia создает ARM процессор, который обходит процессоры на Zen 2, а компания Nvidia наконец-то определилась с датой презентации новых видеокарт. А Intel официально заявила, когда появятся их видеокарты. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам в этом воскресном выпуске новостей. Ну а перед тем как мы перейдем к новостям, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей из мира технологий. И начнем мы сегодня с самого интересного. На этой неделе амбициозный стартап Nuvia раскрыл некоторые подробности о готовящейся разработке Phoenix, рассчитанной на построение серверных систем на Кристалле. В свежем пресс-релизе Nuvia идет речь о процессорном ядре Phoenix и семействе чипов Orion. Ядро будет основано на передовой архитектуре ARM версии 9 с лицензией ARM. А разработчики говорят, что Phoenix это чистый лист, которого был осуществлен полный пересмотр конвейера процессора. При проектировании Phoenix во главу угла ставились производительность одного ядра и максимальное увеличение пропускной способности и использование памяти. А аппаратная инфраструктура рассчитана на поддержку максимальной производительности при реальных облачных нагрузках. По мнению Nuvia, Phoenix обеспечивает рост от 50 до 100% пиковой производительности по сравнению с другими ядрами ARM в рамках теплового пакета менее 5 Вт. Более того, ядро Nuvia способно превосходить архитектуру x86 вроде AMD Zen 2 в полтора раза, потребляя при этом треть электроэнергии. Если заявленное соответствует действительности, то в будущем нас все-таки может ожидать переход на процессоры ARM. Также на этой неделе зеленый чипмейкер опубликовал в Twitter короткий видеоролик, объявив о старте окончательного обратного отчета. Тизер не раскрывает какие-либо подробности или точную дату события. Впрочем, глядя на растущее количество утечек, не возникает сомнений, что Nuvia начала подготовку к дебюту новой линейки видеокарт. И буквально на следующий день стало известно, что Nuvia приглашает всех на презентацию 1 сентября в 7 часов вечера по Москве. В рамках презентации учредитель и генеральный директор Nuvia Дженсен Хуанг расскажет о новейших технологиях и разработках компании в области игр и графики. Однако Nuvia не спешит раскрывать, чему именно будет посвящено выступление Хуанга. С другой стороны, многочисленные источники в один голос твердят о предстоящем дебюте видеокарт GeForce RTX 3000 на базе графических процессоров Ampere. Ну а нам с вами остается подождать всего 2 недели, и мы точно узнаем, что зеленые нам приготовили. Ну а тем временем один из веб-ресурсов, ссылаясь на собственные источники, обнародовал график дебюта новых 3D-ускорителей Nuvia. Если верить этому графику, то замена видеокарты 2080 Ti получит объем видеопамяти в 24 гигабайта. Если это действительно правда, то страшно даже представить, сколько она будет стоить в магазинах. Также стало известно, что альтернативные варианты карт GeForce RTX 3000 поступят в продажу или одновременно, или вскоре после выхода моделей Founders Edition. Это означает, что нам не придется долго ждать кастомных вариантов видеокарт от партнеров NVIDIA. А вот от красного гиганта все больше сочится информация про новые процессоры. Стало известно, что в первой половине 2021 года компания AMD анонсирует линейку гибридных процессоров Ryzen 5000, известных под кодовым именем Cezanne. Чипмейкер уже располагает инженерными образцами новых APU, что подтверждает свежая запись в онлайн-базе C-software Asandra. Бенчмарк не раскрывает каких-либо подробностей об x86 ядрах, зато проливает свет на графическую подсистему. AMD все еще не спешит переводить встроенную графику на архитектуру RDNA и в очередной раз будет использовать старую добрую Vega. Согласно показаниям C-software, гибридные чипы AMD получат 8 вычислительных блоков или 512 потоковых процессоров на улучшенной архитектуре Vega. Аналогичная графика сейчас используется и в мобильных, и в настольных решениях Ryzen 4000. А прирост быстродействия, скорее всего, будет достигнут за счет наращивания частоты и, вероятно, более скоростного контроллера памяти. Инженерные же образцы APU по частоте графического блока уже на 100 МГц обходят мобильные чипы Ryzen 4000. А если говорить о процессорной части AMD Ryzen 5000, то как и CPU Ryzen 4000, выкат которых состоится до конца этого года, новинка перекочует на микроархитектуру Zen 3. Так что кардинального прироста в области интегрированной графики еще точно не будет минимум полтора года. А вот Intel на этой неделе подтвердила гибридную технологию для семейства Alder Lake. Гибрид технологии предусматривает комбинированную компоновку разных вычислительных ядер. Максимальной конфигурацией будет задействовано 8 больших ядер на микроархитектуре Golden Cove, 8 малых ядер на микроархитектуре Grazimont и графический блок 12-го поколения или новее. А с учетом нескольких линеек Alder Lake S и Alder Lake P, чекмейкеру приходится готовить два десятка конфигураций CPU. Также Intel рассказали про свой техпроцесс 10 нанометров, который они усовершенствуют при помощи SuperFin. Благодаря множественным оптимизациям внутри кристалла, SuperFin обеспечивает лучшую производительность транзисторов, что приводит к росту потолка частот и улучшению удельной эффективности на Ватт. Среди конкретных улучшений можно выделить сниженное сопротивление и больший ток канала, ускорение времени переключения транзистора и уменьшение сопротивления переходов на 30%. А также пятикратное увеличение емкости при той же занимаемой площади по сравнению с отраслевым стандартом. Технология SuperFin будет впервые использована в семействе Tiger Lake. А также на этой неделе стало известно и о видеокартах Intel. В графических ядрах Intel XE HPG, чекмейкер намерен объединить наилучшие качества остальных архитектур семейства XE. Пожалуй, главным новшеством станет аппаратная поддержка ускорения трассировки лучей. Для выпуска GPU компания не будет использовать собственные фабрики, а поручит эту задачу одному из контрактных чекмейкеров. А первое устройство на базе XE HPG дебютирует уже в следующем году. Так что уже в следующем году на рынке видеокарт должна появиться еще большая конкуренция. А чем больше конкуренция, тем дешевле цены на комплектующие, что точно сыграет нам с вами на руку. А вот в игровой индустрии самой громкой новостью стала покупка великого и могучего метро. Шведы из Embrance Group, материнской компании, которая владеет издателями THQ Nordic, Deep Silver и Saber Interactive, договорились о полной покупке украинской игровой студии FOA Games. Сделку оценили в 36 миллионов долларов, а официально покупка пройдет через Saber Interactive. А представители FOA Games сообщили, что студия продолжит работать над играми серии метро, включая ее мультиплеер, а также займется другими ААА проектами в ближайшее время. Сейчас у компании 150 сотрудников, которые разделены между двумя офисами в Киеве и на Мальте. И на этой прекрасной ноте выпуск новостей подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, то вы всегда можете задать их в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok